Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, последняя сводка новостей, зачитая последнюю информацию, покажу на карте, где происходят бои. Так, ВСУ наступает на Кремену и продвигается. Оккупанты заговорили про оборону Луганска. Так, где наша Кременная? Вот Кременная, здесь синий-красный, постоянно горят огни, идут бои. И что уже пишут, что скоро придется армии РФ отступать до Луганска. Так, что здесь пишут подробнее? Урженные силы Украины ведут наступательные действия в районе Кременной и Луганской области. Об этом заявил замначальника главного оперативного штаба, генштаба Алексей Громов. По его словам, на последнюю неделю украинские войны продвинулись до двух с половиной километров в направлении Кременной. Так, где наша Кременная? Вот Кременная. Где-то вот так, да-да, вот Кременная, здесь практически. Ну, это карты немножко устаревшие, три дня назад, думаю, сейчас уже практически у самой Кременной в СУ находятся. Он отметил, что среди офицерского состава штаба 2-го армейского корпуса оккупационных войск Луганский начала циркулировать информация о постепенной подготовке обороны областного центра, а значит готовят оборону Луганска. Оккупанты говорят, что в случае прорыва в СУ их обороне в районе Сватова Кременная и выхода к Луганску значительная часть бойцов 2-го корпуса, особенно числа мобилизованных, планируют создаваться в плен. Так, вот такая информация, что будет отступление армии РФ. Так что после Нового года, думаю, будет прорыв серьезный уже, так. Я это вам говорил. Сейчас еще такая информация, что россияне пытаются любой ценой захватить Бахмут до Нового года. Осталось тут несколько дней. И вокруг Бахмута защитники Украины сдерживают около 20 атак ежедневно. Ну это да, сейчас такая информация. Путину хотели сделать подарок или захватить Бахмут или Углидар вот здесь снизу. Пока ни того, ни другого не удается захватить. Так, вот многострадальный Бахмут здесь внизу. Вот видите, здесь Солидар вот рядом. Так что, ой, получается, что так, а по этой карте посмотрим. Углидар здесь, да, а там Бахмут рядом с Солидар, да, вот здесь. Ну пытались уже, Бахмут практически были на линии, стояли уже на восточной части, но почему-то дальше потери огромные и застоприлось продвижение. Так, пишут, да, самая сложная ситуация на востоке Украины. Россияне пытаются любой ценой захватить Бахмут. В целом, это наиболее здесь сложная обстановка. Противник пытается выйти на административную границу Норецкой области. За последние сутки здесь произошло где-то очень постоянно идут в день до 20 атак. В общем, я последняя информация, что в день бывает и больше. До 28 атак волнами идут. Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак противника, который под прикрытием огня артиллерии упорно наступает на позиции наших войск. Так, бригадный генерал отметил, что для стрелочения артиллерийского огня вокруг Бахмута враг по всей неделе осознательно уменьшил количество обстрелов с наших позиций на Херсонском и Запорожском направлениях. При этом боеприпасы были оставлены на Бахмутское и Лиманское направления. Более 40% террористских обстрелов противника вдоль линии соприкосновения от Купянска до Мареньки проходят именно на Бахмутском направлении. Противник пытается любой ценой, несмотря на многочисленные потери, захватить Бахмут. Не удастся им захватить Бахмут, уже осталось тут до Нового года 3 дня. Вот этот бедный Бахмут. Не завидуют там людям, кто там живет в Бахмуте. Вот здесь, говорю, постоянные обстрелы, столько уже, не знаю, там потерь. Я думаю, нереальные потери здесь армии РФ сейчас терпят. Я вам список предоставлю. Очень цифры увеличились. Раньше было 400-500, сейчас уже где-то до 800 доходит. Так, и вот такая информация. Ну вот, потери, да. Вот как раз я вам хотел сказать. Наибольшие потери армии России понесла на Бахмутском, Либанском направлении. За последние вот сутки, так, уже плюс 790 где-то, а всего 104 560. Говорю, под 800 человек это огромные потери. Танков 3018 плюс 1, БМП, БТР и плюс 10. Много БТР, БМП стали убивать, сбивать, подбивать. Извините, я там вчера выписал ролики, ссылку, что показывают, как подбивать эти БТР и БМП, как они горят. Эти танков, танков 3018, БТР, БМП 6047, артиллерии плюс 5. Так, вертолетов плюс 1 сбили, 268. Беспилотников стали сбивать плюс 10, 1717. Ну и в общем, вот, а общая ситуация такая складывается, что в Беларуси уже заявляют, что начали в СУ украинские обстреливать территории именно белорусов уже. Видите, вот ракета прилетела С-300. Так, недалеко от деревни Горбаха в Брестской области упали обломки ракеты. Это сообщили в пресс-службе белорусского диктата Александра Лукашенко. Судя по снимку, это ЗРК С-300 упала в поле. Вот она лежит. Сейчас я вам покажу подробнее фотографии. Видите, как раз в поле детали от этой ракеты. Вот как она выглядит вблизи. А, и вот, еще от корпуса часть осталась как бы. Это газета, издательство пишет, что в промежутке с 10 до 11 часов она была ракета типа сбита ПВО Белоруссию. И вот, ракета сбита в результате работы системы ПВО Белоруссии. Так, и вот где это было случилось. Вот здесь Брест, здесь Кобрин, а здесь Иваново. Вот тут красная точка показана. Так, это уже за территорией Белоруссии, значит туда уже вглубь улетело. Так, что сообщили. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Ревенко написал, что средствами ПВО Республики Белоруссии была сбита воздушная цель. Расследование инцидента показало обломки ракеты С-300, она была запущена с территории Украины. В общем, все стали обвинять в СУ обстрелах белорусских населенных пунктов. Сейчас Лукашенко даст приказ белорусской армии типа вступать в бой, идти в направлении Киева. Может провокации специально делают обстрелы белорусских территорий, чтобы сказать, что это ВСУ. Может сами россияне обстреляли, чтобы этот конфликт начался между Украиной и Белоруссией. Вот еще и несколько информационных сообщений. Борислав Береза заявляет, что наступление Украины уже идет, результаты мы скоро получим. Сейчас ознакомлю вообще подробно, как это все ситуация складывается. Прогнозов много, что ВСУ сейчас будет наступать в районе Мелитополя, Луганской области, всем понятно. Теперь подождем немного, естественно, что могу сказать, что война скоро типа закончится, это бред, это фантастическое заявление, не скоро не закончится. Я хочу сказать, что он говорит, я хотел бы, что война закончилась, но россияне настроены на положительный конфликт. У них не хватает мобилизационного ресурса и старая техника очень. У них большие проблемы с новейшей техникой. Как в 41-го они воевали, типа мясочно забрасывать мясом, пушечным мясом эти позиции ВСУ. И это как тактика в 41-м году. Это естественно, что у них осталось. Но наступление, которое, безусловно, будет, будет происходить, сейчас пока не ясно. Условно, сегодня закончить войну можно двумя путями. Если в Кремле сдохнет Путин, он пишет, либо если его остроят от власти. Но надеяться на то, что война закончится сейчас, это все наши желания. Война не закончится быстро, он пишет, да. Мы сражаемся со страной, которая будет бросать своих граждан в мясорубку и идти до конца. Нам нужно настраиваться на долгосрочную войну. Но если кто-то будет случиться раньше, он будет радоваться. Война будет долгая, я вам сказал еще. И вот еще такая информация. Самые позорники. Вот как раз Новый год скоро, типа этот год старый кончается, Новый год 23-й. И назвали самых позорников в этом 22-м году. Россияне набросились на Путина и Шойгу за их трусости. Сейчас я вас ознакомлю, что здесь пишут. Так, одна война, два мира. То, что военные военачальники, в отличие от украинских, предпочитают прятаться в бункерах, это уже все знают, это чистая правда. Например, министр обороны Сергей Шойгу в серебрине декабря проверил передовые позиции российских подразделений. Это так называется, передовые позиции в кавычках. Однако, они оказались более чем в 70-ти километрах от линии фронта. А, и вот здесь показан Херсон, вот тут Береслав, а вот тут он где-то в Крыму приехал и говорит, я там на позициях был боевых, типа. А Рамзан Кадыров, говорит, еще такой же самый трус, типа, который по делу сыплет угрозами. Его мартовский приезд в Украину и фото с пулеметом на ЗАЭС, который в итоге оказался бензоколонкой Роснефти где-то в России. А, в общем, бензоколонка в России, он говорит, я уже на фронте с пулеметом, видите, я уже приехал на фронт, а написано Роснефть, колонка, в общем, где-то в России, на Ростове-на-Дону, типа. А больше всего досталось президенту Путину, который уже и собственные тени боится. Более восьми лет он назад пообещал приехать в оккупированную часть Донецкой области. Однако этого так не произошло. Восемь лет обещает Донецк-Луганск приехать. Конечно же, он вовсе отменял, сейчас, да, он отменил все встречи, выступления. Судя по всему, боится покушения, да, это точно. А недавнее посещение Путина в зону спецоперации вовсе оказалось липовым. Этот штаб был военно-южного округа в Ростове-на-Дону. Он говорит, вот, я посетил зону, а здесь потом сравнили эти снимки, оказывается, это все штаб в Ростове-на-Дону. Он говорил, я на фронте уже там, все, я руковожу вот войсками. В общем, группа командования, ясно. Одна война, два мира. В общем, такой вывод сделали на одном из российских амбитационных ресурсов. И привели пример, что Путин встречался с пропагандистской помойкой в тот же день, когда Владимир Зеленский находился в Бахмуте. А вот, по примеру, как Путин, Зеленский не трус. Он приехал в Бахмут и сфотографировался в самом Бахмуте своими военнослужащими. Вот, снимок такой, сделан конкретно уже в Бахмуте. А Путин, видите, он в Кремле, типа, своими пропагандистами там. Он боится даже нос вы высунуть из Москвы, из Кремля. Президента, в общем, назвали накачанным ботоксом, персоналом, в общем. И, в общем, разница между Зеленским и Путиным очень колоссальная. Потому что, я говорю, один трус и боится, чтобы, не дай бог, на него было покушение. А второй, вон, даже в Бахмут приехал. Я не представляю, как Зеленский не побоялся в Бахмут приехать, когда тут шли бои практически на восточной части города. Это точно рискованно, я скажу, когда идет обстрел, боевые действия. Там серьезные боевые действия. Я говорю, это удивительно даже. В общем, вот такие новости. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.